Вот у нас еще скандал прекрасный, в кавычках, разгорелся теперь между Россией и Азербайджаном. Там тоже были высказывания приинтереснейшие. Да, видел. Господин Жириновский, почему хочу вас об этом поговорить, потому что вы с Жириновским знакомы лично. Он вас на работу приглашал, помните, Дмитрий Ильич? Вот сейчас вы нам напомните просто о чем я. Можно нам сейчас, друзья, я просто скажу, что скандал разгорелся из-за высказываний как раз-таки об азербайджанском государстве лидера ЛДПР Владимира Жириновского. И он там назвал российского политика свиньей. Причем там несколько эпитетов, я не знаю, я не хочу вообще их проговаривать в эфире. Ну, некрасивые эпитеты. Значит, далее в интервью радио «Комсомольская правда» господин Жириновский выразил мнение, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза. А Южный Кавказ – это наша зона влияния, наша российская зона влияния. Ну, так напрямую начал резать то, что думает. В общем, дальше он говорил там о диктатуре, которая царит в Азербайджане, о том, как политики азербайджанские дурно пахнут. В общем, массу-массу всего. Давайте мы кое-что сейчас все-таки покажем зрителям. Ну, вы видели, просто еще раз освежим. Ты воняешь, как свинья. Ты свинья. И воняет твоя нация, как свинья. Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, потом деньги, потом не знаю, что угодно. Сам мы умраем с голода. Отправляем вам. Этот раз, этот месяц я тебя подправлю. Знаешь, что намордник. Если у вас там дорого стоит намордник, я за свой что-то куплю намордник, что тебе надели на твой паст. Ну, Дмитрий Ильич, знаете, мы сейчас смеемся. На самом деле это не смешно, потому что это говорил сейчас бывший посол, дипломат, да? Ну, чрезвычайно полномочный посол. До конца жизни с ним это звание. Значит, в Беларуси, Молдове и Пакистане. Исфандияр Вахабдзадзе. Вот он так Жириновскому... Вахабдзаде, наверное. Ну, вот, да, может быть и так. Значит, вот так вот он обратился, ну и там прям целый, целый большой скандал. Теперь Жириновский на это уже ответил и потребовал возбудить дело против, значит, уважаемого Исфандияра. И, в общем, этот скандал сейчас разворачивается сумасшедшим образом. Все телешоу только об этом говорят в Азербайджане и в России. Ну, вот это, по-вашему, что? Это просто выборы? Это ЛДПР сейчас на свою просто работает электоральную нишу таким образом? Или действительно высказываются уже какие-то вещи, которые может сказать только Жириновский, а не может сказать там ни Путин, ни Лавров? И это какие-то сигналы более высокого порядка, чем просто избирательная кампания ЛДПР. Вот как это вы трактуете как человек, лично знающий Жириновского? Ну, давайте разберем фигуру Владимира Вольфовича Жириновского. Давайте. Я его считаю гением. Сразу скажу. Это человек, чей дед, мне сам Владимир Вольфович рассказывал, владел каким-то до революции, каким-то предприятием, не помню, то ли мукомольным, то ли чем-то еще, в Костополе Ровенской области. Потом все это национализировали, дедушку убили немцы. То есть это человек, Владимир Вольфович, чьи корни украинские на самом деле, хоть он и еврей, но корни украинские у него. Человек, плотно связанный всю жизнь с Комитетом госбезопасности СССР, дальше с ФСБ соответственно. Я так думаю. Видите, я осторожно говорю, я так думаю. Ну, хотя, что мне думать, я сейчас опираться буду на авторитетное мнение. Мне об этом сказал генерал Калугин в Нью-Йорке, когда давал мне интервью. Он сказал, что Жириновский являлся агентом Комитета госбезопасности СССР. Генерал Калугин, напомню, был начальником службы контрразведки КГБ СССР. По-моему, так звучит его высочайшая должность. Владимир Вольфович, человек недюжинного ума, недюжинных артистических способностей. Выдающийся политик. Выдающийся. Антиукраинский настроенный до безобразия. Русский шовинист, империалист, антикоммунист и так далее. А он искренне убежден в этих всех своих анти или это роль? Мне трудно сказать, искренне ли он в чем-то убежден. Знаю одно. Его устами говорит Кремль, потому что вы правильно сказали. То, что не может произнести вслух Кремль, может запросто сказать Владимир Вольфович. Он может сказать все. Искренне ли он убежден? Во-первых, он великий артист. Величайший. Я не знаю, есть ли сегодня в России на театральных подмостках или в российском кино люди масштаба актерского дарования Владимира Вольфовича Жириновского. Но талант. Он не талант. Он выдающийся, одареннейший человек. Ну не заурядный, конечно. Ирина антиукраинская позиция, его, конечно, вызывает отвращение. И мы с ним, кстати, говорили об этом в интервью, которое не вышло. Владимир Вольфович, правда, выпустил определенную часть этого интервью на радио «Комсомольская правда». Действительно, да, он мне несколько раз говорил о том, что приезжайте, значит, вас встретит депутат Власов, мы вас устроим на Первый канал, вы будете там... Он говорил, да, Дмитрий, Гордон, бросай там это все в Украине, мы тебя здесь трудоустроим. Я помню, да. А не хочешь, он сказал, отправим тебя, Кучму Кравчука и Ющенко поездом в Воркуту. Там птицы, говорит, замерзают на лету и падают на лед как-то. Ну, красавец. А образность речи-то какая? Да, вообще? Я себе представил, как мы с тремя президентами будем в поезде ехать через Россию, и как птицы в Воркуте будут падать такие бездыханные, замерзающие на лету. Не, красавец. Он реальный красавец. Теперь, что касается Азербайджана. Я испытываю огромное уважение к государственным лицам, к государству Азербайджан. И я объясню, почему. Пока мы телимся, пока телятся молдаване, пока телятся грузины, Азербайджан долго накапливал силы, готовился. И под руководством, под мудрым, скажу, руководством президента Илхама Алиева, сына великого человека, я считаю, Гейдара Алиева, и это был величайший человек, Азербайджан рванул, пошел вперед и забрал свои территории. Понимаете? И ни одна собака не пискнула. И не пискнула. И Россия сказала, мы не можем вмешиваться в этот конфликт, потому что Азербайджан ведет боевые действия на своей территории, сказала Россия. И все. И все. Я знаю подробности того, как это происходило. Мне об этом рассказывали азербайджанские военачальники. Я знаю той неоценимой помощи, которую предоставила Азербайджану Турция, которую дал Израиль. Турция и Израиль невероятно помогли Азербайджану с вооружениями. И я уважаю Азербайджан за то, что они пришли и забрали свое. И я начну уважать свое государство, когда мы придем и заберем свое. И ни одна тварь не пискнет, когда мы будем забирать свое. Потому что мы будем забирать свою территорию. Дмитрий Ильич, ну понимаете, вы сейчас сами сказали о том, как Азербайджан работал над тем, чтобы осуществить эту операцию. И работал планомерно. Работал абсолютно исходя из стратегического видения. Работал исходя из того, где пересекаются интересы Азербайджана с интересами других игроков серьезных, того же Эрдогана и того же Израиля. Геополитика. Да, геополитика. Они нашли эти точки пересечения. Они по ним сработали грамотно. Они с Россией сработали грамотно. И это пример, который очень похож на Брестский мир, который называли позорным, из-за которого стреляли свои начальники-генералы. А вы знаете, кто подписал от России Брестский мир? Ну если бы я не знала, то я бы, конечно, сейчас не говорила об этом. Приятно говорить с умным человеком. Дмитрий Ильич, вот поэтому я и говорю, что аналогии... Уражение с Украины Лев Давидович Троцкий. Троцкий, конечно же. Он же Бронштейн. Конечно же, да. И называли, его клеймили позором за это. И удушка Троцкий. Да, позором клеймили. Но есть другая история с Брестским миром. А я почему говорю? Вы знаете, почему Троцкий его подписал? Потому что Ленин был агентом Германии и был переправлен в Россию для того, чтобы сделать революцию, только для того, чтобы Россия прекратила воевать и вышла из войны. Поэтому Ленин пообещал, что если дадут сделать революцию и профинансируют, а немцы мощно профинансировали революцию, Россия по Брестскому миру отдаст часть территории. Все так и произошло. 18-й год Брестский мир. 18-й год Брестский мир, с одной стороны, это так, а с другой стороны, даже при том, что кто-то мог быть чьим-то агентом. Опять аналогии все, знаете, они прямо на ладони. Не может быть. Ленин был немецким агентом. Да, Дмитрий Ильич, я говорю о том, что у нас же тоже там, знаете, людей, в принципе, навешивают юрлыки, а это под внешним управлением того, а этот агент этого. Я говорю сейчас о политиках, которые принимают решения, да, что мы только о них не слышим, чью они внешнюю политическую волю только не проводят и не исполняют, подписывая те или иные договоры, соглашения и так далее. Вот просто аналогия очень интересная вот с этим Брестским миром и с тем, что у нас сейчас происходит. Так вот, я говорю, кто бы ни был чьим агентом, я к чему, сумели использовать даже этот позорный, невыгодный, мягко говоря, государству Брестский мир, сумев за эти несколько лет создать армию мощную, да, этот Троцкий над этим работал, его клеймили, он работал, он создавал, он реализовал свои идеи. Сделали армию, в общем-то, ресурс организационный подтянули и финансовый тоже. И отвоевали, и вернули все эти территории потерянные, еще и с лихвой. Возвращаемся к Азербайджану, надо над этим работать. Вот Троцкий работал, вот Азербайджан работал, а Украина что делает? То есть надо Троцкого прислать в Украину назад. Дух Троцкого. Сеанс спиритизма.